Вы на канале Science Daily. Российский спутник-ретранслятор «Луч-5Х», запущенный ночью 13 марта с помощью ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур, успешно выведен на орбиту. Многофункциональная космическая система ретрансляции «Луч» – это спутниковая система ретрансляции для обеспечения связи с движущимися объектами вне зон видимости с российской территорией. Она принята в эксплуатацию в декабре 2015 года. Помимо нового спутника «Луч-5Х», система насчитывает уже три геостационарных космических аппарата серии «Луч-5». «Луч-5А» выведен на орбиту в 2011 году, «5Б» в 2012 году, «5В» в 2014 году. Эти космические аппараты обеспечивают информационный обмен со стационарными и подвижными объектами на Земле в воздушном и космическом пространстве. В том числе спутники ретранслируют данные с МКС и сигналы системы ГЛОНАСС. В задачи нового спутника «Луч-5Х» входит отработка перспективных технологий ретрансляции и связи. Спутник массой 2400 кг выведен на заданную орбиту с помощью разгонного блока «Бриз-М». Ожидается, что он проработает на орбите как минимум 5 лет. Группировка спутников «Луч» входит в состав спутниковой системы связи и передачи данных ГОНЕЦ, куда также входит группировка космических аппаратов ГОНЕЦ-М. А в ближайшее время Роскосмос также должен запустить два космических аппарата ИОНОСФЕРА-М, на каждом из которых будут установлены 8 научных приборов. Эти спутники будут запущены с космодрома Восточный с целью изучения ИОНОСФЕРЫ Земли, измерения параметров потоков высокоэнергетических частиц. Также в этом году ожидается запуск двух перспективных космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М», которые предназначены для оперативного получения информации в целях прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для мониторинга морской поверхности, включая ледовую обстановку. Кроме того, в этом году должен быть запущен в космос метеорологический спутник Арктика-М-2 для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. А в конце года на солнечно-синхронную орбиту будет выведен спутник дистанционного зондирования Земли АИСТ-2Т с возможностью проведения стереоскопической съемки с разрешением 2 метра. Это далеко не все новости космоса на сегодняшний день. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.